доброго здоровья с вами доктор олег вадимович кончаренко и в этом видео я расскажу вам о бесплодии о причинах бесплодия о моем опыте лечения женщин с бесплодием и о путях ее вылечивания я работаю уже 20 лет врачом диагностом и последние месяцы ко мне стало обращаться много пациентов и меня с проблемой бесплодия невозможностью иметь детей и я имею позитивный опыт вылечивания женщинам удалось забеременеть и хотелось бы поделиться с вами практическим опытом чтобы это видео помогло большему количеству и пациентов и врачей чтобы вы знали об этом вообще перед тем как зачать ребенка хорошо бы проверить организм и отца и матери будущих потому что любые хронические воспалительные процессы носительство инфекции все это приводит может привести и к срыву беременности к различным заболеваниям плода к токсикозам это обусловлено тем что во время беременности организм женщины на него накладывается большая нагрузка физиологически надо еще и прокормить плод плюс иммунитет женщины снижается чтобы не было отторжения плода и на этом фоне активизируется хронические как раз ее хронические заболевания которые проявляются в виде токсикозов вот поэтому все-таки если вы собрались зачинать детей желательно пройти такое очищение организма насыдить организм необходимыми витаминовыми минералами вывести токсины чтобы максимальная беременность прошла физиологично и комфортно что по по пациентам у кого у которых было бесплодие и чтобы показала диагностика я использую своей работе кто не знает метод века тест вегетативно-резонансное тестирование это современный метод который позволяет выявлять большинство существующих вообще факторов причины нездоровья и болезни вот я во время теста проверяю около двух тысяч тестов анализов и вирусы и паразиты и бактерии грибки и состояние уровня гормонов пораженных органов то есть можно за несколько измерений понять вообще орган нормально работает он выполняет свою функцию либо он ослаблен и что конкретно в нем ослаблено на и у всех женщин которые ко мне обращались жалобами на бесплодие были тестировались как ослабленные органы матка яичник часто тестируются таких женщин снижение гормонального фона снижение эстрогенов иногда прогестерона лютези лютинизирующего гормона то есть женщина она ослаблена и организма он когда ему что-то не хватает энергии сил он сосредотачивается скажем на своем выживании и размножение не относится к к жизненным функциям организма то есть если в организме нету запаса продовольствия прочности просто он не не зачинает организм женщины потому что у него не хватит сил на и вот низкий гормональный фон сниженные женские гормоны как раз тоже показатель того что яичник или матка она не находится потом хорошим физиологическом состоянии чтобы выдержать беременность потому что это большая нагрузка на организм поэтому прежде всего проверяйте гормональный фон в норме ли у вас гормон бывает так что анализы по крови гормонов нормальные однако все равно есть проявление симптомы их дефицита такое бывает дело в том что гормоны обычно находится рецепторы гормона внутриклеточно если в организме есть интоксикация присутствуют мусорные разные молекулы посторонние вещества которые должны быть выведены они забивают эти рецепторы и организм не реагируют на гормоны да то есть вот такой вот как бы мутной грязной крови организм плохо регулируется наши гормональные системы вот на этом фоне тоже бывает вот такая неразбериха в гормональной системе второй фактор частая причина и выкидышей и бесплодие это наличие хронических инфекций и особенно разных плазм плазм до токса плазма микоплазма урия плазма вот эти возбудители особенно сильно влияет на процесс зачатия и беременности и вызывает даже врожденные уродства и организма если вот есть эта инфекция и попала например плод то организма сбрасывать эту беременность происходит при выкидыш с обе из постоянно сканирует состояние здоровья женщины состояние здоровья плода если она критически нарушается он прекращает этот процесс беременности поэтому очень важно проверить инфекции конечно надо проверить все инфекции у женщины которая хочет зачать ребенка и паразиты потому что паразиты они сильно ослабляет организм они обкрадывают организм витаминами минералами дают интоксикацию вот они чаще всего находится в органах желудочно-кишечного тракта такие как печень по желудочные железа желудочные протоки тонкий кишечник вот затем это простейшие лямбли особенно таксоплазма вот таксоплазма они могут мешать женщины забеременеть следует знать что таксоплазмы передаются через животных через употребление мяса через контакт с кошками и далее идем бактерии бактерии особенно надо проверить хламидии микоплазмы гонорея гонореллы из кстати простейших я не называл 3 хомонады тоже они часто вместе в микс инфекциях сочетается в организме женщины вот и не зря в поликлиниках вот женщинам рекомендуют сдавать торч инфекции да так они называются объединенную группу инфекции которые как раз влияет на процесс беременности и вызывают различные отклонения это т токсоплазма таксоплазму прежде всего нужно ее проверять и есть ряд вирусов которые тоже мешает формированию плода потому что бы женщина забеременела но чаще всего конечно встречается вирусы группы герпеса это герпес и 1 2 6 типа цвета мигала вирусы что я набором вирусы папилломы то есть обычно инфекции они они идут группами то есть две три инфекция не прикрывая друг друга поэтому надо желательно чтобы победить одну инфекцию да надо убрать все остальные чтобы органы организмы меньше висела нагрузки до чтобы ему развязались руки и он мог сконцентрироваться и вывести его самую тяжелую инфекцию вот так же следовательно вообще проверить организм женщины и и иммунитет и и сопротивляемость очень важно и что еще нужно для благоприятной беременности это проверить нет ли дефицита витаминов минералов полны ли склады организма женщины хватит достаточную ли у него строительного материала чтобы обеспечить клеточный состав растущего плода вот эти факторы необходимо знать это что касается вот таких материальных вещей физиологии организма что касается такой вот скажем энергетики организма практика показывает что бесплодие также возникает у женщин которые ведут малоподвижный образ жизни которые находятся в депрессии плохих плохом каком-то настроении или слишком эмоциональны то есть женщина должна вот напитаться энергии энергия берется и от природы это физическая активность это значит заниматься длительными прогулками пробежками вообще контактом с природой природа это как скажем энергия земли и по той же аюрведе его для беременности нужно вот эта энергия терпения спокойствия выносливости еще одним фактором нужно для беременности по ирведе это энергия воды вода это что контакт с водой быть и ходить возле водоема реки посещать бассейн сауну вода она успокаивает такая текучесть это такая тоже наполненная сила вот и для тех женщин которые хотят забеременеть очень благоприятно собственно вот быть в контакте с природой с землей прогуливаться в парках лесах плавание пожалуйста это все будет только способствовать как же как же проверить все эти факторы пожалуйста ищите специалиста я рекомендую специалиста который занимается диагностикой биатест в вашем регионе если вы в киеве то приглашаю свой кабинет где один врач целостно посмотрите весь организм свяжет все это единое целое и даст вам ответ готов ли ваш организм к беременности если есть какие-то проблемы надо их устранять и всегда нужно знать причину когда мы знаем причину мы можем на нее воздействовать и вот приведу примеры на приеме была женщина не могла зачать ребенка что-то не получалось долго и буквально два или три месяца окна ко мне походило мы сделали тоже диагностику я выявил там были хронической инфекции и паразиты и возбудители вот которые мешают процессу беременности мы это пролечили активировали иммунитет напитали витаминами еще была то проблема щитовидной железой щитовидная железа она дает тоже организму поносливать хороший амин веществ и она мне позвонила и сообщил радостную ночь что все получилось то есть вот за два-три месяца реально можно подготовить организм и вот когда что тут когда есть бесплодие и организм допустим хотят насильно протолкнуть вот организм не может обеспечить беременность а мы там сделаем вам эко это конечно хорошо но все равно надо сначала смягчить организм помочь ему спросить что ему мешает что ему нужно вот потому что когда мы не обращаем внимание что организму тяжело у нее есть какая-то ему на дефицит какая-то проблема насильно пытаемся вот прям вложить туда готовую яйцеклетку оплодотворенную все равно ему будет тяжело тяжело выносить и это и затрат ненамного и нету полной гарантии что родится здорово ребенок поэтому все-таки не упускайте этот момент целостности что все в организме целостные женская система связаны с кишечником и с кровью и с иммунитетами за ровной за манальной системой и весь этот механизм должен работать нормально что вот эта целостная медицина она должна быть тоже в головах и у врачей и у пациентов что все взаимосвязано что лучше не залечивать организм все-таки лучше вылечь его понять что как мы можем помочь организму вот еще вот пример женщины один из причин почему не удавалось забеременеть это наличие токсоплазма токсоплазма это торч инфекция это простейшая которая вызывает и интоксикацию и ослабляет организм женские органы приводит и может приводить снижению женских половых гормонов если вы хотите улучшить свое здоровье и качество жизни и против болезни в этом вам поможет курс по оздоровительной медицине и натуропатии вы сможете оздоровить себя близких клиентов начать собственную практику если вы хотите обучиться медицине то вам поможет курс обучения по перезонансной медицине вы научитесь делать диагностику организма и использовать перезонансное лечение и надо обязательно вот устранить этого возбудителя и тогда организм сможет зачать и родиться здоровый ребенок надеюсь вам видео было полезно подписывайтесь на мою страницу facebook в канал в телеграмме напишите в комментариях ваша ваш опыт по беременности поделитесь им видео с друзьями и желаю вам крепкого здоровья до свидания